Легендарные летчики-испытатели, асы, их имена стали символами военной авиации. Бюсты героев Советского Союза Валерия Чкалова и Григория Бахчеванжи установили на улице Беляева в честь 100-летнего юбилея 4-го научно-исследовательского испытательного управления Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. В честь столетия старейшего в стране авиационно-испытательного центра состоялся митинг, где собрались ветераны, военнослужащие и почетные гости. Современной истории, в части касающейся России, Советского Союза, это очень значимое и большое событие. В эти годы, как и в годы развития и становления нашей Родины, произошел взрыв развития авиации, развития и выхода человека в космос. 21 сентября 1920 года указом РЕФ-военсовета был создан научно-опытный аэродром главвоздук флота. Это была первая испытательная структура в сфере испытания военной и авиационной техники. И в его составе была создана винтомоторная лаборатория со штатом всего один человек. Это были прообразы сегодняшнего Государственного летно-испытательного центра и нашего четвертого научно-исследовательского испытательного управления. Управление является головным специализированным подразделением Государственного летно-испытательного центра. Здесь проводят испытания образцов авиационных и ракетных двигателей для всех типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а кроме того, средств жизнеобеспечения, спасения экипажей и других видов авиационной техники. Так как они занимаются средствами жизнеобеспечения, как раз в космосе я вот это все испытал. Поэтому мне очень приятно, и я благодарю их за эту работу. Испытывать авиационную технику, проводить летные испытания – это очень серьезная работа, ответственная. Здоровье, успехов в этом труде почетном, но не совсем легким. Это и терпение, и ответственность. Празднование столетнего юбилея управления продолжилось в Центральном дворце культуры. Нашему департаменту не сто лет. Мы не можем похвастаться такой замечательной датой. Нам всего лишь 10 лет. Но лично министр обороны Сергей Кожубетович за большой вклад в развитие, так сказать, вооружения и военной техники и обратно способности страны разрешил нашему департаменту в честь десятилетия выпустить медаль. Руководитель департамента доверил мне и поручил ваших сотрудников наградить этой памятной медалью за наше многолетнее взаимодействие. Поздравил руководство управления ветеранов и военнослужащих заместитель главы администрации округа Виктор Сёмин. Он зачитал поздравительный адрес от руководителя муниципалитета и вручил благодарственные письма инженерам-испытателям. На протяжении целого века гениальная инженерная мысль о отваге и мужестве людей, работающих в центре, прокладывают путь развития отечественной авиации. В годы войны разработки и испытания выдающихся самолетов помогли достичь превосходства над врагом и одержать великую победу. Подарком для всех присутствующих военных инженеров, летчиков-испытателей, ветеранов и почетных гостей праздника стал двухчасовой концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны. Его солистов, заслуженных артистов России. Анна Балиет, Сергей Максимов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.